Мётлы, лопаты, грабли, мешки для мусора и перчатки. По словам начальника участка комбината благоустройства по городскому поселению Видное Константина Дмитриева, 90% инвентаря уже закуплено. 300 лопат, 300 мётел, 250 граблей, 100 ведер, 2000 мешков, 2000 перчаток. Администрация дала задание, определили участки на субботнике. У нас их по-видному, наши организации, 13 участков. На карте района отмечено порядка 40 мест, где будет проводиться масштабная уборка. В субботу на каждом участке будут ответственные лица. Они выдадут инвентарь, покажут объём работ. В основном это территории, до которых нет дела в будничной жизни. Они не убираются дворниками и другими обслуживающими организациями. Вот, к примеру, лесной массив за домом номер 2 по улице Ольховой. Он принадлежит лесному хозяйству. Местные жители любят здесь бывать и бывают, судя по количеству мусора и других отходов жизнедеятельности человека. Надежда Борисовна приезжает на Ольховую к детям, гуляет с внучкой. Свалка, устроенная в 100 метрах от дома, её волнует. Я сама не здесь живу, но я в ужасе от того, что вообще сделали люди местные с этим лесом. И микрорайон хороший, и молодёжи много, и мамочки гуляют, когда сухо, когда там снег, всё это. Но вот эта вот помойка, мне кажется, если... Ну, я не знаю, об этом надо трубить и требовать, чтобы как-то благородили. Или излюбленное место жителей новостроек – берег реки Купеленки. Здесь, конечно, на порядок чище, и всё же у самого берега валяется мусор, те же бутылки, пакеты от угля, на котором жарит шашлычок любители отдохнуть на природе. Но местные жители уверены – субботник – ещё одна возможность объединиться. В принципе, это люди активны, насколько показало последнее событие с очистными сооружениями. Поэтому, думаю, да, все выйдут. Конечно, все заинтересованы. Я тоже пойду. Генеральная уборка начнётся в субботу, 8 апреля, в 10 утра. А 22 апреля состоится второй субботник. В этот день по плану будут проводиться благоустроительные работы – высадка деревьев. 22 числа запланированы помимо просто уборки территории, ещё работы ремонтного характера. То есть где-то подкрасить заборчики, где-то, может быть, детские площадки в порядок провести, где что-то подкосилось, там, откопалось и прочее. Информацию о предстоящих субботниках можно найти как на сайтах, так и на информационных стендах на подъездах домов. Татьяна Брылова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Тему продолжим с заместителем главы администрации Ленинского района Александром Кузнецовым. Александр Борисович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, существуют какие-то социологические исследования, сколько людей принимают участие в субботниках? Много ли у нас активных граждан? Ну, специальные социологические исследования мы, конечно, не проводим, но количество людей, принимающих участие в субботниках, оно видно на улицах. Вот субботник, который у нас будет 8-го числа, это уже третий в районе. Первый общий областной, но третий общий районный. И вот за два предыдущих субботника уже приняло участие порядка 5 тысяч человек. Я правильно понимаю, что не только люди выходят, когда их призывают, допустим, администрация или, допустим, ЖКХ, но еще и сами самоорганизовываются? Ну, конечно, у нас в городе, вернее, в районе есть несколько групп, которые на регулярной основе, там, 2-3 раза в месяц, каждый месяц выходят на субботник, убирают не только возле своего дома, но и территории общественной. Ну, вот в сюжете было сказано про 40 мест. В районе, в частности, упомянуты лес за Ольховой-2 и берег реки Купеленки. Можно ли назвать еще какие-то места, где будет сделана уборка в этот субботник? Убирать можно в любом месте, и возле дома своего, и везде, где есть мусор, что, в принципе, нормально. На карте, вернее, на сайте администрации есть интерактивная карта, где как раз указаны эти порядка 40 мест уборки, где будет организована выдача инвентаря, где будут организованы старшие, где будут показаны, скажем так, места уборки, которые требуют сейчас нашего участия для того, чтобы порядок навести. А вот по видному, например, это и возле курса магазина, за курсом, точнее, там у Саврак есть, и улица Олимпийская убирается, где большая лесопарковая зона, ну и многие-многие места, где требуется сейчас уборка. Правильно ли я понимаю, что, в принципе, субботники, они носят еще своеобразную, может быть, воспитательную цель? То есть человек, который, убравшись своими руками в определенном месте, он уже в следующий раз, ведь мы знаем, как у нас, к сожалению, большинство населения относится к местам, допустим, того же отдыха, да, где-нибудь на природе. Отдохнувшие обычно за собой оставляют неизвестно что. Вот как, по-вашему, влияет ли вот участие, собственное участие в субботниках на решение этой проблемы? Да, воспитательная функция определенная. Вот сейчас посыл и Московской области, и руководство Московской области, и Министерство ЖКХ, он как раз и нацелен на то, чтобы сделать субботники, в которых принимают участие жители, не какой-то повинностью, как, не знаю, наверное, было раньше, да, а чтобы это было праздничное, запоминающееся событие, в котором люди принимают участие сами, приводят своих детей, родных, друзей, родственников, и, правильно вы говорите, наводят порядок в том месте, где они бывают ежедневно, куда они выходят отдыхать, куда ходят их дети, для того, чтобы потом, соответственно, и дети понимали, что порядок наведен, и нужно поддерживать и взрослые, другие, да, там люди, которые, соответственно, видят, что на их территории, где они там живут, где находится порядок наводят их соседи, чтобы было им совестно оставлять мусор в этих местах, да, и тогда у нас будет гораздо чище. Ну, вполне возможно, что кто-то из наших зрителей еще не принял решение окончательное об участии в субботнике, вы можете обратиться к ним, и, вполне возможно, ваши слова вдохновят их на будущие подвиги. Я приглашаю всех жителей района принять активное участие в субботнике, приводить друзей, родных, детей, помочь нашему району стать чище. Мы ждем вас. Спасибо за это обращение. Надеюсь, многие его услышат и все-таки примут участие в предстоящем мероприятии. Вам спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с заместителем главы администрации Ленинского района Александром Кузнецовым. И вместе с нашим гостем мы послушаем мнение по этой теме экспертов из отряда особого назначения. Продолжение следует...